Открываем книжки, а точнее налоговый кодекс. Сегодня будем говорить про ФЗ-115. Росфинмониторинг. Что это за организация и с чем ее вообще ведят? ФЗ-115. О противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем. Таких у нас в городе Сочи. Ой, как много, да? Которые денежки на карту свою получают. Ай-яй-яй, какие плохие люди, особенно те, которые налоги не платят, да? И я знаю, кто не платит. И вы знаете. От меня еще никто не уходил. Зачем агентство недвижимости остановиться на учет? А вы это сделали? Сейчас разберемся. Некоторые продавцы недвижимости в городе Сочи, а также риэлторы, славятся своими умениями находить выгодные сделки и продавать квартиры по привлекательным ценам. Однако, чтобы сделать сделку более выгодной и избежать высоких налогов, продавцы и риэлторы предлагают своим покупателям указать в договоре купли-продажи неполную стоимость квартиры. Даже не подозревая о будущих последствиях, стороны соглашаются на все это. Потом сделки проходят быстро и без проблем, и оба остаются довольны. Один купил, второй продал. Проходит где-то около года, и вдруг в жизнь продавца начинается черная полоса. В налоговый орган поступила информация о подозрительных сделках с недвижимостью, и начинается масштабная проверка. Продавец получает уведомление о том, что его вызывают на допрос в качестве подозреваемого, а вместе с ним на допрос вызывают всех покупателей его квартир. На допросе налоговики задают вопросы о сделках. Почему в договорах указывались заниженные суммы, где и каким образом передавались суммы денег. И тут покупатели начинают рассказывать, как продавец убедил их указать меньшую стоимость, и что он не знал о возможных последствиях. В конечном итоге продавец будет оштрафован и все равно заплатит налог с проданных объектов недвижимости. И это самое минимальное наказание за такие серые сделки. Такие ситуации заставляют всех задуматься над тем, как важно быть честным и открытым в финансовых вопросах. А риэлторы должны понимать уроки, которые стоят им не столько денег, как доверие клиентов. Такие краткосрочные выгоды для вас, риэлторы, могут привести к долгосрочным проблемам. Меня зовут Марина Ядакова. Я юрист по недвижимости. И последние 8 лет я провожу сделки по недвижимости в городе Сочи. А еще я занимаю пост руководителя агентства «Недвижимость Юга России». И поэтому я знаю все нюансы. Контроль доходов и расходов. Люди зачастую не понимают, чем опасны сделки с занижением и завышением. А также не понимают, зачем строится сейчас дивный и прекрасный цифровой мир. Вот я уверена просто, что вы даже не в курсе, что банки и агентства недвижимости теперь обязаны сообщать о крупных поступлениях и операциях по сделкам с недвижимостью в налоговую и Росфинмониторинг. Это значит, что если вы купили или продали недвижимость и сумма сделки составляет от 5 миллионов рублей, то все данные о ней отправляются в эти организации. И это еще не все. Теперь даже агентства недвижимости и индивидуальные приниматели должны встать на учет в Росфинмониторинг. По сути, это как бы дополнительный контроль, чтобы отслеживать, кто с такими деньгами работает. Государство, в свою очередь, собирает все эти данные о сделках с недвижимостью. Зачем? Чтобы лучше, конечно же, контролировать доходы и расходы. Так что, если вы собираетесь совершать какие-то крупные операции с недвижимостью, будьте готовы, что все будет под пристальным вниманием контролирующих органов. Работать, зарабатывать только честным путем. Легализация доходов и контроль сделок. Теперь поговорим о 115 ФЗ. Наше государство уже все более тщательно следит за доходами, которые, так сказать, ушли в тень и не попали под налогообложение. Это касается всяких сделок, в том числе и с недвижимостью. Очень часто именно такие сделки становятся удобным способом легализовать свои доходы, которые, возможно, были получены не совсем законным путем. Вот интересный момент. Контроль теперь будет вестись не только за покупателями, но и за собственниками. Это значит, что если вы продаете свою квартиру, то тоже окажетесь под таким вот прицелом. В большинстве случаев проверяют всю информацию через собственника. Через собственника проверяют покупателя. То есть, смотрите, обратились на самом деле к собственнику, откуда у него такие деньги. Хотя налоговая, в принципе, она и так понимает, что он продал недвижимость. Теперь смотрите, к вам, как к продавцу, приходит человек с деньгами, полученными незаконным путем. Например, ну там 20 миллионов рублей, да, предлагает вам сделку с наличными. То есть, на ваш денежный счет поступают деньги наличными или через ячейку. Но банк на самом деле понимает, под какие условия он открывает эту ячейку для вас. Естественно, о такой ячейке он будет сообщать в Росфинмониторинг. А теперь смотрите, вас вызывают на допрос в налоговую службу и спрашивают, при каких-то таких вот обстоятельствах, да, Иван Иванович, вы содействовали человеку, который украл у государства, ну, например, там 30 миллионов рублей, да. Вас привлекают на этот неприятный разговор по причине того, что вы стали соучастником преступной схемы, ну, по их мнению, да. И поэтому, когда вам сегодня предлагают на рынке недвижимости сделку с наличными, а особенно нерадивые агенты с большой дороги, да, ну как так, неужели вы не видите и не понимаете, которые очень-очень любят до сих пор проводить все сделки через ячейку, то задумайтесь просто элементарно, откуда у человека 10, 20, 30 миллионов, которые могли оказаться в виде наличных. И в принципе, вы вправе задать такой вопрос. И многие наши клиенты, те, кто работает именно в финансовой сфере, они понимают этот серьезный вопрос. И многие уже давным-давно отказываются от покупателей, которые приносят денежные средства в виде наличных. Все почему? Потому что такая мутная схема, она уже вообще, она никому не нужна. И такие вот а-ля фокусы, как легализация денежных средств через покупку недвижимости, опасны тем, что государство вполне себе может проконтролировать такую операцию и увидеть ее сразу. Достаточно просто одного рабочего дня. А еще в Сочи многие инвесторы, которые зарабатывают на инвестициях в новостройки, не рассчитывают и не закладывают в свою финансовую модель налоги. То есть, когда они рассчитывают свою схему заработка на перепродаже недвижимости, купленную в новостройке на стадии котлована, а потом открыто заявляют, что у нас будет занижение в договоре, а мы купили эту квартиру за 12 миллионов рублей, например, да, и полагаем, что теперь перепродаем ее за 19 миллионов рублей и, соответственно, 7 миллионов рублей они проведут через ячейку. Но прежде чем придумать себе в голове вот такую вот историю, нужно для начала просто понимать одну простую вещь. А по какой оценке ваша недвижимость, когда вы ее получили, уже в собственность получили ключи, встала на учет в налоговую орган? Вы хотя бы просто получите кадастровую оценку. Теперь слушайте внимательно. Налог будет рассчитываться с суммы кадастровой оценки. То есть, это минимальная цена вашего объекта недвижимости. Например, если вы 2 года назад купили у застройщика недвижимость за 6 миллионов рублей, а сегодня хотите ее продать за 12 миллионов рублей, 6 миллионов рублей провести через банковский счет, номинальный счет, либо аккредитив, а остальные 6 миллионов рублей заложить в ячейку, то для начала посмотрите, по какой кадастровой оценке на сегодняшний день вас будут считать в налоговом органе. И поэтому занижение вот в этот ноль, он просто бессмысленен. Если мы с вами возьмем сейчас, позвоним по объявлениям на Авито, например, либо ЦИАН, то мы услышим следующее. Я сам работаю агентом, мы так 10 лет делаем и ничего не было. Или услышим следующее. Мы сами покупали квартиру с занижением, а если задать вопрос, например, а сколько будет стоить ваша квартира, если без занижения будете продавать, так как мы согласны на покупку только по полной стоимости в договоре. Знаете, что можно услышать? Ответ, мы продаем строго по занижению. И ни при каком другом раскладе полную сумму не укажем. Риски сделок с наличными. Теперь давайте поговорим о рисках сделок с наличными деньгами. Наличные деньги это, конечно же, очень хорошо, это удобно, но вот в чем дело. Когда вы совершаете крупные сделки наличными, это может вызвать вопросы у налоговых органов. Почему? Потому что сделки с наличными могут выглядеть очень-таки подозрительно. И налоговая служба всегда на чеку. Запомните, наличные плюс сделки равно вопросы. Знаете ли вы, что банки обязаны сообщать о ячейках, через которые проходят наличные деньги? Да, и еще раз да, они отслеживают любые подозрительные транзакции. Так что если вы вдруг решили провести крупную сделку с наличными, помните, банк может поднять тревогу. Некоторые собственники, учитывая все эти риски, предпочитают отказываться от наличных и выбирают банковские расчеты. Это, кстати, довольно разумный шаг, так как банковские переводы более прозрачны и безопасны. И к тому же при таких расчетах у вас всегда остается документальное подтверждение. Так что если вы планируете крупные сделки, подумайте дважды, прежде чем использовать наличные. Может быть лучше, опять-таки, провести сделку через банк, это поможет вам просто элементарно избежать множества вопросов и потенциальных проблем с налогами. Занижение стоимости недвижимости. Что касается занижения стоимости недвижимости. Многие считают, что это отличный способ сэкономить на налогах. Но, как показывает практика, это может обернуться большими проблемами. Первое, с чего стоит начать, это что же такое кадастровая оценка. Это не просто цифра, это оценка, которая указывает на множество факторов. Во-первых, это местоположение, состояние недвижимости, рынок вокруг. На основе этой оценки, вот как раз-таки и рассчитываются все ваши налоговые обязательства. Вот смотрите, давайте посчитаем. Вы купили недвижимость за 12 миллионов. И, допустим, вы ее продаете за 17 миллионов. То у вас налогооблагаемая часть возникает в виде 5 миллионов рублей. 650 тысяч рублей. То есть, с 5 миллионов рублей, 13 процентов, получается 650 тысяч рублей. Ради этой серой схемы вы выходите на рынок недвижимости. Но это еще далеко не все. Риэлтор, который привел вам покупателя с наличными денежными средствами, начинает просить у вас что? Скидку. Допустим, в размере 500 тысяч рублей. То есть, вы согласились на продажу не за 17 миллионов, а за 16 с половиной миллионов рублей. И как вы считаете? Вы выиграли что? 150 тысяч рублей? Вы вообще понимаете, сколько вы сэкономили? Да еще и на такой вот кривой серой схеме. То есть, вы и кривую схему получили, и скидку дали. И все это ради чего? Ради 150 тысяч рублей? Экономические последствия занижения. А теперь самое интересное. Занижение стоимости может привести к дополнительным налоговым обязательствам. Как это вообще происходит? Если налоговые органы заметят, что вы искусственно занижаете стоимость в договоре, то они могут провести проверку и пересчитать вам налоги. А это может привести к штрафам, пеням и даже к судебным разбирательствам. Так что же все-таки делать? Вместо того, чтобы рисковать, лучше всего, конечно же, проконсультироваться с профессионалами. Они помогут вам разобраться с налогами законно и эффективно. А еще, возможно, вы сможете найти легальный способ минимизации налоговых обязательств. Скрытые доходы и налоги. Переходим теперь к скрытым доходам и налогам. В этом году вообще у многих людей неожиданно оказалась, ну, такая, знаете, приличная сумма денег. Порядка 5 миллионов рублей. Представляете? И теперь вот вопрос. Что с ними делать? Многие пытаются, конечно же, вложить эти средства в экономику, но есть те, кто предпочитает прятать свои деньги от государства. Вот, например, один мужчина продавал квартиру. И вместо того, чтобы честно указать реальную стоимость в договоре, он решил занизить цену. Все зачем? Правильно. Чтобы не платить налоги. И это, конечно, не самый лучший подход. Вот, с одной стороны, я его понимаю, что никто не хочет отдавать деньги в бюджет, но с другой стороны, понимаете, такие действия только усугубляют ситуацию и могут привести к неприятностям. В итоге, получается, что деньги остаются в тени, а экономика наша, наоборот, страдает. Ответственность агентов по недвижимости. А теперь и о самих агентах. Здесь вот такая вот тема. Агенты, которые помогают людям уклоняться от налогов, могут серьезно попасть под, так сказать, горячую руку. И их могут привлечь к ответственности. И это далеко не шутки. А еще, если говорить о недвижимости, то там тоже не все так просто. Агентства, которые не соблюдают требования, могут получить штрафы до 400 тысяч рублей. Это довольно-таки крупная сумма. Так что лучше не рисковать. А что самое серьезное, если кто-то систематически занимается подобными схемами, то они могут попасть под уголовную ответственность. В общем, ребята, коллеги, лучше не связываться с такими делами, иначе последствия просто могут быть весьма неприятными для вас. Риски для добросовестных налогоплательщиков. Когда вы сталкиваетесь с агентами, которые предлагают вам какие-то мутные схемы, нужно быть очень-очень осторожными. Они могут завести вас в такие дебри, что потом будет очень трудно выкарабкаться. Часто такие схемы, они выглядят, конечно же, заманчиво, но на самом деле они могут подвести вас и привести к серьезным проблемам. Особенно это касается крупных операций с недвижимостью. Тут, конечно же, не обойтись без отчетности. Если вы думаете, что можно провести сделку с черными деньгами и скрыть все от налоговой, то это не так просто. В конечном итоге вам все равно придется обелить эти деньги, а это может вызвать какие-то лишние вопросы и проверки. А еще, когда речь идет о расчетах по недвижимости, использование ячеек вообще привлекает внимание налоговых органов. Они любят копаться в таких делах. Если вы не хотите, чтобы ваши сделки оказались под прицелом, лучше действовать прозрачно и законно. В общем, всегда лучше быть на стороне закона, чем потом разгребать последствия. Итак, скажу вам следующее. В последние годы сделки с занижением цен и использование так называемых ячеек стали под пристальным вниманием контролирующих органов. Это значит, что теперь такие схемы становятся все более рискованными. Агентам по недвижимости настоятельно рекомендую не ввязываться в подобные махинации, чтобы не попасть в неприятности с законом. К тому же, если кто-то решает расплачиваться наличными, он должен понимать, что это может привлечь внимание проверяющих. И в итоге могут возникнуть серьезные юридические последствия. Лучше всего действовать в рамках закона и избегать ненадежных схем, чтобы не столкнуться с проблемами. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои видео о недвижимости, о жизни и о отдыхе в городе Сочи. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Спасибо за просмотр. До новых встреч!